Памятник Михаилу Лермонтову, отлитый в бронзе саранским скульптором и бизнесменом Сергеем Гурьяновым, нашел свое пристанище в Пензе. Больше пяти лет скульптор предлагал свое творение в дар Саранскому. Монумент долгое время ждал своего часа рядом с фонтанным спуском, то возле мастерской Гурьянова. Но в столице Мордовии его так и не установили. Скульптор отвез своего Лермонтова в Пензу, но и там он не всем пришелся по вкусу. О судьбе кочущего памятника расскажет Людмила Чикал. Новостной портал Пенза сообщает, что и там памятник Михаилу Лермонтову, изготовленный Сергеем Гурьяновым, ставить отказались. Якобы специалисты, изучившие монумент, сделали вывод, отлитый в бронзе мужчина на Лермонтова не похож. На мундире знаки отличия генеральские, а вовсе не корнецкие, и внешнего сходства очень мало. Более того, стихи на монументе принадлежат не перу поэта, а саранскому бизнесмену. Но сам скульптор говорит, что в Пензе его Лермонтов стоять будет, когда новую школу достроят. Я долго предлагал его здесь, но почему-то не поставили. Я его отдал в Пензе, самая лучшая школа в Пензенской области. Она там очень красивая, спутники. И он будет стоять около школы. А то, что скульптура пришлась кому-то не по душе, так это все недоброжелатели, считает скульптор. Михаил Лермонтов в жизни страдал, вот и памятник повторяет его судьбу. А сам Сергей Гурьянов видит любимого поэта именно таким, широкоплечим и воинственным. При том, что рост Лермонтова был всего 158 сантиметров, Гурьянов изготовил его памятник величиной в 2 метра 70 сантиметров. Его привыкли делать вот таким. Вы заметили? Вот таким вот. Такое ощущение, что ему по голове ударили, что в Пензе, что сейчас открыли в этом. Еще один памятник недавно открыли, он сидит на камушке, как убогий. А он был воин. Я один его так изобразил. В России его никто так не изобразил. Но я как художник вижу его таким, мощным. А то, что стихи на постаменте не Лермонтовские, а его, Гурьяновские, так скульптор их уже заменил на строчку из Лермонтова. А свои скромно переписал на обратную сторону монумента. Я взял и с той стороны написал эти стихи на камне и скульптуру Гурьянова. То есть, будем так говорить, я протестный, как он. Вообще, сходств между собой и великим русским поэтом Сергей Гурьянов находит множество. Он пишет стихи, я пишу стихи. Он шахматист, я шахматист. Он рисует, я рисую. В мастерской Сергея Гурьянова десятки макетов будущих памятников. Он готовит шукшина для Самары, Кирилла и Мефодия для Санкт-Петербурга, Распутина для Италии. И для Саранска Пургаза и княгиню Норчатку, Пушкина, танцующего с Натальей Гончаровой, и Эрзю, изваявшего Льва Толстого. Но его голубая мечта, чтобы в родном городе все-таки поставили памятник Лермонтову. Пусть не тот, первый, у камня в Апалетах, так хотя бы второй, в скромном мундире Корнета, у Балюстрады. Вот это я хочу сделать в Саранск. Обращаюсь к мэру города, к губернатору, давайте сделаем. Это любимый поэт Владимира Владимировича. Единственный город, где нету Лермонтова. Правда, стихи на памятнике Михаилу Лермонтову свободный художник упорно размещает свои. А вдруг кому-то все-таки понравится. Людмила Чекала, Александр Зюзяев. Наши новости.